Я просто, по-моему, покупал вот такой вот. Изображена Спасская башня, паровозик, летящий на полном ходу. Три рубля, а что бьешь? Или это нормально? Это нормально, да? Ну, я считал Сиданский, но... Сиданский. Уступавший из самолета. Да, самолет еще. Да, антуражный, пробитый. Очень классный. Скачуха уже, да? И крышки оригинальные, подбирали там какие-то. Ну, что, разыграешь, может, розыгрываешь. Ну, я не знаю, на что переходишь. Друзья, всем привет. Еду на вернисаж. Надо немножко по заказе поработать. Коллекционер заказал значки интересные. Да, друзья, не забывайте, что можете заказать любой понравившийся товар. Вот, телефон будет в конце. Также, друзья, добавляйтесь в нашу группу в телеграме Барахолка Трисемерки чат. Тоже будет ссылочка в описании или в комментарии, наверное, в закрепленном. Вот, все. Погода хорошая, друзья. Всем приятного просмотра. Погнали! Пожизенные гарантии поднятость. Погнали! 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 одна рубах стоит 7000 50-х годов мир и 7000 50 х этого лет и 43 года да так хорошо постарался они мне попадались не в такой росписи фляжки котелки попадались это люксы домашнего хранения не капонина сколько-то лысые ложки погонит трояк это менты синий подбомбивец а тут что-то царская россия сколько братуха сколько эти шары 3 рубля дешево или это нормально такома до советские про все в сборе до получас серебрышка там я выходил я что-то все хотел тоже вроде на пляж перейти ночью раз за рулем сборе дает почем вот эти штучки руль ключ внутри то механизм слушайте чтобы отдать не дурить вам голову вот машинка значит 2 500 устроить 2 неплохая цена ну я так уже слушайте чтобы не везти в беларуси а вот машинка 2 1 смотрел обзоры там за беларусь чуть-чуть подешевле да у вас там чуть-чуть военный тематик много на рынке ну и там каски такого плана это гоняет что ли у нас тут продают а это сколько нужно то есть тут все рабочие а вот тут этот скол это вот вот в том ты делал вот вот дула вот подломали но целый набор забирать он хоккейцы и целиком набор полностью советский сколько все полностью сборе так коробка родная обычно места вернисажа тут видите даже фонтанчик есть красота мостик такой для влюбленных это можно сказать в самом центре но сюда мало кто заходит музей есть музей русской игрушки музей хлеба музей баба-яги пришел вам немножко сегодня показать ну тут молодожены вешают замочки и сзади дарственная надпись не пятерку все останавливаются до одну пятерку уже а там сзади дарственная надпись а ну хоть не на часах я понял воронежские энергетики прикольно вот почем было там кто-то в группе писал покупает подставки по ходу под пиво под старину да общий план ай чё за медалька орден гвардейской славы серебро да серебро типа голубь мира какая-то компания не написано это по-русски за странно . какая-то компания в тенечке хорошо а я эти хотел у тебя где-то вот эти стояли машинки там свои игрушки да ладно оптом до забру ну это хорошо там такие интересные были отец русской демократии опасные вещи это чё анальные какие-то грузы по недели а так мальчик шоку кстати у меня тоже спрашивал может быть и заберут сколько денег 2000 нормально батарейка и совсем вип-версия посмотри обрати внимание вилок ложек у тебя вон фонарик американский сколько денег американского спецназа где закипела скотт на ремонт вот эти кстати никому не надо это я снимал до закрываю ковер что-то появилось много таких не было продаешь почему ладно пассива туристы езды а у тебя чертик сколько стоит без хвосты 50 вообще хорошо я от мощности по 100 продаю там сколько накладки по 300 хорошая цена по полторах и добра 3 по полторах подорожали я просто вам покупал последняя партия более в таком а лента у тебя целиком продается вот если брать вот такие сколько куски по 10 по 10 штук просто я спрашивал человек ладно отсюда так они все мальцовские и крышки оригинальные подбирали там крышки тоже оригинале или подбирали на вальчики не все рожденный а родная где вот это родная и вот она родная но скажу а вот тех времен до зонатами были еще такие графики тоже не из зонатов она родная но не от него такие почему стаканчики по 300 тоже церковские петровские не петров сколько она региона полторы тысячи такая одна только шикарная с таким-то графинчиком тоже интересный стоит ничего не знаю какие тогда измерения в чем-то но пол емкость полка в чем там подстаканники новые может быть какие-то по ценам тоже пробежимся народ все равно смотрят спрашивают такие по 8 по 8 и вот это с факелом 8 остальные там где-то 5-6 и 8 еще с кривлевской ну да мы снимали настоящий 3000 а эти синенькие так они такие же советские вот обычный совет там 500 рублей эти подключены из-за цвета ну да красивый цвет интересно там посмотрите справа а вижу да да и это только новости чтобы понимать до 3 продавец по чем они кстати этот восемь вот продал маленький самый был за 6 отдал вроде украшения такие у них дать ну чётенькие горшки тяпля в речную вручную понять да давай 2000 лет до примерно не она смотри если слайда украшения четко сделал скачуха же должна быть красота работ на берут я вот вот эта вещь это редкая одна в андрея рублеве 2 у меня больше нет пир 10 архангелы и отдельные цветы красотища не у меня есть дешевые вещи пожалуйста панно сам делал у меня было вторую же продал второе продал да сам газа вон тоже сам я люблю деревяшку вещь вещь это что же гривна да получил вот она гривна это большая гривна это медная и наугры замечательно какая-то друзья лавочка вернисаж можно спокойно кофе взять попить посидеть отдохнуть красота это не в салтыковке что к ней да сразу это морская противодесантная мина учебный макет здесь она представлена не в полной комплектации к ней еще идет это тележка якорь весь фарш он остался на складе из-за своих габаритов и размеров на полностью комплектная шикарный редкий макет вообще нигде не видел только в москве они редкие гости это тем более все хотят маленькие большие не особо котируется это выставили мы ее это за 75 тысяч рублей это повторяюсь полностью комплектность тележка с якорем то есть совсем фаршем но опять же торг возможен если реальное предложение потом еще какие это новиночки это сейсмическая мина я забуду приложить сюда куда не идет куча датчиков это противотанковая сейсмическая мина вот м 83 ящики комплект 15 тысяч рублей да это вообще нормально по нынешним ценам да еще вот такая это противоабортная аккумулятивная мина противотанковая которая вешается вот на деревья на заборы редкая штучка птмк 2 называется 12 тысяч рублей вместе с ящиком это все сказал потом это пулемет да это пулемет сказ вот 7 62 авиационные с упавшего самолета смотрят антуражный это пробитый очень классно по то кстати шкас один из немногих пулеметов который стоял в канцелярии гитлера он считал его лучшим авиационным пулеметом цена 18 тысяч рублей это хороший крепкий антуражный антураж хороший класс так что какие-то изделия из подков изделия из подков ну это у нас есть художники мастера занимаются ковкой попадаются старенькие подковки они из них делают такие вешалки это надо поддерживать местное население а тем более они антуражные красивые с на даче в бане согласен правильно повесить люди приносят да я сам люблю что-то руками поделать ну и сколько будет такой на поделочку 1000 рублей отлично а так какой-то ленин не снимаем но это откуда-то это притащили 200 тысяч рублей это кстати латунная рамка у него потом еще интересная тема что касаемо ты себя вынесу ждать касаемо коллекционированию танковых траков у нас всегда что-то есть наличие по танковым траком да у тебя много было дачу ну раскупили вот допустим это типичный этот рак от четверки панцер 4 подмыт это только керхером кстати слабо под источены до грани это значит минимальный пробег по россии небольшим пробега с небольшим пробега цена такого фото трака полторы 2000 рублей это в среднем я даже сам да нормально а вот тоже это немецкий трак вот очень редкий это panzer 2g по то цена на этот фото трак это 70000 рублей вот это пускай вас не пугает такие цены вот люди за ними реально охотятся от раки от тигров от фердинандов от королевских тигров стоит просто безумных денег но опять же от каких-то редкостей а также у нас это в коллекции есть израильские танки американские танки но имеется ввиду от раки от них там что это надо чистить смотреть но вот этих танков было выпущено 86 штук или 83 это уже сорок пятый год поэтому они такие редкие это для них был разработан собственный трак учился все друзья все копать траки такие бабки или покупать бастевая время тоже камень особо да не частая звездочка приятном виде от войны морская я думаю это когда это 30 до начала войны то собирает звездочки пожалуйста 2000 рублей на копеечную это два таких колечко одно по моему светилась уже до 4 до а вот этого это недавно появилась уточнее раскопалась у меня опыта залежах скорее всего это кольцо подбежала финскому солдату взял просто армейский кубарик и каким-то образом его приделал так перстня это цена такого кольца 3000 рублей это возможно он его снял с пленного а может и не с пленного но это в любом случае вот такой элемент с элементом атрофеев это финны очень любит это любили украшать кошельки потребник красноармейскими звездочками лычками значками мы не встречаются такие кольца 5 что в комментариях то что нету обзоров на воппы вот есть шикарный макет снаряда времен российской это империя от норденфельд гильза в шикарном виде приятной патинки бронебойная болваночка стоит и хорошо сохранились клейма чекухи это в данном виде снаряды они редки потому что уже прошло куча времени все отправили в переплавку гильзы и снаряды тоже цена данного макета 25000 рублей вот элементы окопного творчества пепельницы сделаны снаряды гильзы то есть раскатали гильзу то вырезали квадратик и смяли в пепельницу эта пепельница была найдена под демянском о чем свидетельствует это надписи демянск имень волков сорок третий год и инициалы то ли полка то ли хозяина это пепелки изображены какие цветочки рыбки это говорит о том то что на самом деле достаточно частый сюжет для окопного пототворчества то есть сцены мирной жизни потому что под войны солдатам хватало возможно он как решил запечатлеть как они там ловили рыбу в перерывах между боями вот такая вот шикарная копная пепелька с вот очень знаменитые значимой операции снималась не чистилась только это слегка водичка сполоснулись цена ее 6000 рублей вот такой малыш маузер калибра 635 макет принципе в сносном виде как бы деактивирован соответствие законодательства российской федерации то есть заварен ствол подточен патронник все три основные части выведены вот из строя фотофункция извода щелчка присутствует или отсутствует не знаю да присутствует представлен на магазине маленький малыш из старой коллекции это нулевых годов когда этого всего было много но сейчас это уже дефицит по нашим временам эта цена 85 тысяч рублей класс но считался дамский дамский вот его патрончик из такой маленький это тоже деактивирована это кстати родные патрончики двадцатых годов есть пару штук еще осталось они очень редки попался такой портсигарчик это артельное производство с плексиглаза это сороковых годов но часто его использовали летчики вот их это любили украшать надписями узорами и качество подарков презентовать это данный портсигар был украшен обратите внимание не только штихиями ну и под его сверлили сверли сверлами разных калибров красиво да это вот это представляете то есть в грязном цеху мастер используя сверлы это создавал такую красоту но потас это самое лучшее до украшение это вот аккуратно эта гравировка со сталиным изображена спасская башня паровозик летящий на полном фотоходу в сторону коммунизма и сталин мудро смотрящий вперед стоит фото дата в память 1 января сорок восьмого года это видимо кому-то на новый год его подарили шикарная вещь да это один из самых красивых портсигаров которые когда-либо у меня были и он абсолютно целый поиграем это видимо вот узор хотели закрасить но не хватило времени потому что когда втирает уголь он становится более контрастный так и цена 10 тысяч рублей где-то вообще шикарно на подарок кому-нибудь просто топ 13 тысяч рублей интересно это старое радио но после военная радиостанция на информации мало мы как бы кто-то знает я просто не особо разбираюсь подобрать потом это в радиотехнике с виду все целое не вскрывалась есть эта крышка она находится за этим радио чтобы было видно все тумбли расщелкают переключается но радиолампы скорее всего уже пришли в негодность их надо будет менять с середины 90-х годов пошла мода на советскую агитацию вот основной рынок конечно сформировали иностранцы которые вывозили это сотни тысяч от экземпляров от агитационность советского быта то наших дней она дожила такая шкатулочка в принципе их часто можно встретить на барахолках такое исполнение все они сделаны вручную но но особенность этой шкатулки владимир речь это не смог пройти мимо шкатулочка в отличном состоянии и это с удовольствием и выменял у знакомого антикварщика она украшала мой магазин пока не дождется своего покупателя как раньше из мозаика тебя это мозаика то есть это солома а может еще что то то есть делаются вставочки все это клеится собирается очень трудоемко выглядит шикарно цена цена 10000 рублей до кольцевичок 1810 года крайне нечастой в приятном виде с более-менее хорошей то проштамповкой и это не сильно пострадавший цена его 6000 рублей в принципе хороший пятачок отлично за такую цену еще одна монетка заслуживающего потребляем это внимание это три четвертых рубля или пять злотых 1840 года выпускаешься для польши обращение для обращения на территории польши цена ее тоже 6000 рублей очень нечастая но хорошая приятная монетка потертая к сожалению не потертых мало стоят в разы дороже это знак этого внучата октября ты рича малька целая вот нужна чистка и грамотные руки чтобы перепаяли булавку так в принципе знак очень хороший цена 4000 рублей чердачный сохран лично найденный все друзья обзор закончил вот но тут больше работал поэтому по заказе ком поэтому снимать вообще время нет друзья извиняюсь что что коротенький выход видео но сами понимаете бизнес бизнес все как обычно всем пока подписывайтесь лайки и не забывайте что группа у нас есть в telegram барахолка 3 семерки чат ссылка в описании будет